всем большой привет я только закончила снимать видео о моих покупках и подарках и стал передо мной вопрос что нужно было разложить все мои запасы новые пришедшие в мой рукодельный шкафчик а там у меня порядка нет потому что есть такие моменты когда что-то мы быстро берем что-то быстро кладем какой-то вот такой творческий идет процесс что-то докупили положили и образовалось так что у меня там нет вот этого идеального порядка и вообще как-то мне не нравится организация на не соответствует моему нынешнему количеству запасов и все как-то не помещается надо по-другому как-то что-то организовать его даже у меня мой рулон с вышивками он тоже растет увеличивается раньше он был поменьше и я могла маленький рулончик куда-то пристроить какой-то шкафчик а теперь вот такой вот тяжелый объемный пакет мне тоже некуда его больше складывать и надо находить отдельное место для готовых вышивок чтобы они не мялись не прижимались было у них свое место поэтому я приглашаю вас на такой рукодельный блок на уборку моего рукодельного уголка ну вот так сейчас выглядит мой рукодельный шкафчик а я яй-яй-яй-яй как здесь все неаккуратно и сейчас это буду все-все-все-все вытаскивать и буду заново все переорганизовывать так шкафчик я полностью весь разгрузила и даже полочки все у меня пустые и масштаб бедствия вот такой вот огромный да хорошо что нет мужа дома и он не видит всего этого богатства причем это еще не все мне еще есть коробка с наборами которые находятся в другой комнате ты еще там куча всего до задачи передо мной не простая как организовать все это маленький шкафчик вот не зря нас называют хомяками хомяк он есть хомяк все тащит дом все тащит к себе в рукодельную норку ладно я сейчас начну размышлять над организацией моего моих запасов и покажу что у меня происходит прошел практически час времени хочу показать вам итог моей реорганизации который опять же я недовольна потому что не очень мне кажется я удачно все разложила мне нужно будет докупить несколько контейнеров чтобы довести здесь все до ума может быть я не сразу выложу видео все организую как я вот себе сейчас представляю и потом уже досниму видео и покажу ну ладно показывать то что у меня получилось на данный момент сверху вниз пойдем наверху у меня мои текущие процессы они вот так в папках стоят а то что не помещается в папке в корзиночках и в коробочках рулончиках внизу у меня всякие жестяные коробочки в которых хранятся ленточки пуговички всякие золотые ниточки украшательства но жестяные баночки тяжело их как-то вообще куда-то складывать больше я их собирать не буду может быть вообще все это выброшу и в такой газетницы у меня собрались нитки остатки не просто остатки в моточках какие-то остатки бобинки шерстяные нитки они все там в пакетах и вот я их туда так вот сложила в корзиночке корзиночка занимает много места на полке поэтому мне это не нравится я в какой-то момент хочу купить просто контейнер коробочку красивую эти пакетики туда сложить а корзиночка оттуда уйдет и у меня освободиться очень много места поэтому мне будет не нравится на сейчас как это все организовано но я думаю что я смогу это все переорганизовать вот здесь у меня более-менее порядок здесь нитки пнк с лево в больших контейнерах полностью все разложены по номерам в маленьких контейнерах от дмс нитки дмс соответственно ну и справа карты цветов и покупки с магазина стичинка они в таких ярких цветных пакетах перебираемся вниз здесь ого здесь мои наборчики которые у меня не поместились больше никуда и коробка с основами канва и льны и в общем в любая основа как видите она не закрывается и что-то там еще лежит сверху поэтому мне нужно будет прикупить еще одну такую коробочку чтобы туда сложить оставшуюся основу и наверно вот эти нитки из газетницы все в одну коробку и будет тогда более-менее порядок ну и вот самое интересное в полочках ну а в полочках здесь у меня несметное богатство это все мои наборы не все мои наборы но здесь только наборы здесь все разные производители в основном отечественные панна реолис золотое руно чудесный глач ревномыть все такое внизу внизу у меня самым-самым внизу находятся кюснапы и рамы и пяльцы в общем все такие большие предметы которые занимают вообще очень много места сверху мои вышивки вот так вот в этой сумочке здесь поместились только наборчики гладью маленький пакетик и алмазная изнанка то есть точно как бы не стандартная вот пусть здесь лежит место как видите для отшитых процессов есть все вышиваю в стол пока пока не смогу сделать им пары и отшить все как надо ну здесь тоже сборная солянка не буду показывать какие там наборы поместились отдельно у меня есть коробка с наборами дименшинс то есть здесь у меня то что сегодня дименшинс ну и есть немножко дименшинс видите пару наборчиков не поместилось очень тяжелая работа разбирать все вот эти рукодельные запасы хомячьи наши я очень уважаю девочек которые с легкостью наводят порядки во всех своих запасах я это дело вот не люблю честно я бы лучше посидела повышевала но наступают такие моменты когда уже как бы никуда не денешься нужно уделять этому время извиняюсь освещение наверное темненькое потому что если я открою жалюзи будет чересчур светло ну по крайней мере я думаю немножечко даже если и темновато но видно хорошо вот не все я еще конечно разобрала есть некоторые нюансы моменты которые я буду доделывать уже по постепенно мне хотя бы сейчас приобрести вот еще такую коробку разобрать основы и убрать нитки чтобы освободилось немножко места ну соответственно когда я вышью мои начатыши вот они все там стоят то у меня полочка подосвободиться да будет побольше у меня здесь место разложу ниточки коробочки все красиво все мои рукоделочки вот такое у меня получилось видео очень будет интересно посмотреть ваши рукодельные уголки как они меняются со временем как у вас что происходит ваши хомячьи норки как они выглядят кстати покажу вам сейчас мой и рукодельный уголок раз мы о нем заговорили хотя я все время вам показываю ну вот одну минуточку еще ну и мой рукодельный уголок в общем то у меня здесь все неизменно просто стол на столе мой любимый станок лампа стоит коробочка с с магнитиками и иголочками там календарь я отмечаю мои дни вышивки или какие то еще отметки рядом стоит вот так наверху компьютер я смотрю видео стоит рама с моим бисерным процессом над которым я иногда но все таки работаю ну и сверху висят на стенах мои любимые картины самые-самые любимые чтобы я на них смотрела вспоминала как я их вышивала и вообще рассматривала всю эту красоту ну вот немножко неудачный такой ракурс ну в принципе не суть вы знаете что это за картины просто хотела показать как у меня здесь обустроен мой вот такой уголочек внизу под столом да покажу там стоит большая коробка с наборами я ее накрыла таким ковриком и ставлю туда ножки в начале эта коробка стояла в моем шкафчике но я потом поняла что предназначение этой коробки не только хранить наборы но а также создавать отдых для моих но поэтому коробка вернулась на свое место ну и рядышком есть у меня полочка выдвижная в которой я сложила ниточки в маленьких коробочках схемы рабочие ну и какие-то мои тетрадки пометки вот так полочка заходит под стол она на колесиках и в общем-то все компактно меня мое место устраивает и я не ищу каких-то новых вариантов иногда сейчас я вышиваю на диване на моем станке вот этом маленьком с лапкой потому что там кондиционер сейчас жарко иногда хочется вот здесь вот чтобы на тебя прям падут прохладный ветер вот такие у меня в общем-то девочки здесь такая у меня здесь обстановка с моими рукодельными принадлежностями и вообще моими запасами с которыми мне уже нужно что-то делать зарекаться не буду каждый раз говорю что покупать не буду только отшивать кроме стич фросташ вышивальная диета все эти лозунги внутри меня каждый раз просыпаются и я прям себе в блокноте записываю все Юля стоп но видите соблазны есть соблазны они вокруг и опять вот я соблазнилась на один наборчик увидела вконтакте я смотрю он редкий и понимаю что схемы найти будет сложно и набор этот тоже потом будет найти сложно думаю ну надо взять потому что очень нравится красивый я его заказала под заказ вот когда придет не знаю может быть дню рождения в октябре он ко мне дойдет но это не не так-то важно а факт в том что я опять получается сделала заказ уже еще один очередной вот так вот они потихоньку и пополняются эти мои запасы ну что делать зато радость в доме для меня я надеюсь вам немножко было интересно заходите на канал будет еще много разных новостей а я желаю вам хорошего настроения быстрые иголочки чтобы ваши процессы работы завершались быстро-быстро и пополнялись ваши запасы и все только в радость до новых встреч пока-пока